Всем привет! Если вы ожидали увидеть за моей спиной ледовую коробку, то сильно не удивляйтесь. Мы с вами находимся на стадионе Олимп в поселке Ревтинский. И именно здесь, на футбольном поле, тоже проходит часть подготовки хоккейного клуба Автомобилист к новому сезону. Пока одна группа игроков работает на зеленом газоне, другая группа тренируется на льду Ревт-арены. Мы приехали в Ревтинский, чтобы показать вам весь наш тренировочный процесс. Давайте смотреть! Тренера по физподготовке, наверное, хоккеисты больше всего не любят во время предсезонных сборов. Чувствуете вы на себе их гнев когда-нибудь? Нет, я честно считаю, что нужно найти подход к хоккеистам. Я думаю, что если им это все объяснить и еще вместе с ними сделать, показать все им, дать им такой запал энергии, я думаю, что им интересно будет. Самое главное, чтобы было интересно им. И во время азарта они еще больше скрываются. Вот полоса была. Смотрите, они как делали ее. Они прям с удовольствием. Мне кажется, они очень классно прошли полосу. Мне очень понравилось. Они не пытались вам отомстить, когда встречали их корпус-корпус? В корпус-корпус. Просили, чтобы пожестче играли. Я готов принять на себя удар весь. Когда подустал, он будет пожестче, думаю. Мне кажется, потом вы отошли на другой фланг, где Никита Трямкин не бегал. Да, да. Я понимал, что против него опасно будет выходить. Все хорошо. Я в хорошей форме. Алексей приготовил отличную программу. С удовольствием ее выполняем. Отличный день для отличной работы. Ревтонский небольшой город, отлично подходящий для тренировок. Рядом находится арена, так что есть все необходимое. Ну что, первая часть тренировки завершена. Время выходить на лед. Пойдемте. Якуб, с днем рождения тебя. Скажи, пожалуйста, команда уже поздравила и что подарила? Спасибо. Спасибо большое. Команда поздравила, ничего не подарила. Я надеюсь, команда будет дарить победы. Надеюсь, я к ним буду помогать команде. Вот и все, больше ничего не надо. Кто показал медосмотр, который недавно команда прошла? Все ли в порядке? Все ли здоровы? Да, медосмотр прошел в обычном штатном режиме. Втягивающие тренировки сейчас идут. Нагрузки не очень большие, поэтому пока все в порядке. А самое распространенное повреждение, травма, болячка, с которой могут обратиться к вам по ходу тренировки даже, например? Самое распространенное сейчас, ну это, пожалуй, перегрузка от тех или иных групп мышц и сухожилий. Допустим, приводящие мышцы сейчас. Многие будут жаловаться. Сергей, рады видеть тебя в полном здравии в составе команды на льду. Расскажи о своих эмоциях после того, как ты впервые после долгой паузы вышел вместе с командой на лед. Ну, конечно, соскучился по ледовым тренировкам с командой, по команде. Это, конечно, тяжело. С декабря практически я вообще даже не играл и только так катался индивидуально. Но когда с командой, это совсем другое. Соскучился по всему, по тренировочному процессу, по работе. В чем, как ты считаешь, тебе в первую очередь сейчас надо добавлять, чтобы восполнить те кондиции, которые были до травмы? Да, в принципе, наверное, физически, да, ну, там, скорость, наверное, с руками вроде нормально, все в порядке. Так что надо маленько физику подтянуть. Сейчас время есть. Как бы до сентября много работы, турниры и игры. Через игры сейчас войдем в сезон. Последний вопрос. Очень интенсивные здесь тренировки в Ревтинском, да, в двухразовом режиме они проходят. Как строится твое свободное время? Как ты его проводишь? Может, PlayStation сюда взял? Естественно, дневной сон это вообще святое, как бы, перед вечером, вот. Ну, а вечером, да, там, собираемся PlayStation взяли, играем иногда, там, кто там фильмы смотрит, то в iPad, там, что-нибудь в телефоне, там. Каждый по-разному занимается. Он самый сильный игрок в PlayStation. И во что, во что играть? Это я, сто процентов. Так, ну, а во что тогда? В NHL и FIFA? В FIFA, NHL, все подряд. Во всех видах спорта. Я вообще в порядке, да. Так что, если есть желающие, прошу. В Ревтинском наша команда проводит по две интенсивные тренировки в день, и это только первая часть предсезонной работы. Здесь, в 70 километрах от Екатеринбурга, наши хоккеисты будут работать до 30 июля, после чего отправятся в Сочи на первый в этом году предсезонный турнир. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...